3000 рублей школьная форма обошлась. Также, соответственно, у нас в дресс-код нужны и белые рубашки, строгие под костюм. Более в такой классической – это синие, голубые, в чёрном, в синем тонах. Мама восьмилетнего Ростислава показывает обновки. В них её сын пойдёт третий класс. Подготовка к школе – дело хлопотное и затратное. Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок был самым опрятным. Российские семьи поддержал президент Владимир Путин, подписав 2 июля указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей на каждого школьника. Дорофеевы получили выплату одними из первых 3 августа. Ребёнок растёт, и у нас появились проблемы со стопой. И нам ортопед, врач, порекомендовал дорогостоящую ортопедическую обувь, которую, собственно, нам нужно было в обязательном порядке приобрести. Книжи и стельки. И эти 10 тысяч нам помогли. Новую обувь, ортопедический рюкзак с любимым персонажем, альбом для рисования, краски и карандаши Ростислав покажет одноклассникам в своей третьей школе, в которую он пойдёт с удовольствием. Соскучился по своим друзьям, пациентам, по учительнице ещё даже. Какие категории граждан могут рассчитывать на единовременную выплату, рассказали в региональном управлении пенсионного фонда. На данную выплату имеют право семьи с детьми, где у детей возраст от 6 до 18 лет. Также семьи, у которых есть дети-инвалиды, и которые продолжают получать общее образование после 18 лет, если им от 18 до 23, то эти семьи тоже имеют право. Выплата полагается на каждого учащегося, вне зависимости от дохода семьи. В указе чётко оговорён возраст получателей выплаты. Самому младшему ребёнку с 6 лет должно исполниться не позднее 1 сентября, старшему – 18 лет, не раньше 3 июля, на следующий же день после выхода указа. Тем, кто не получил выплату, следует написать заявление в пенсионный фонд. Самый удобный и простой вариант – через сайт госуслуги. Система сама предложит родителю и опекуну проверить данные и при необходимости их откорректировать. Например, вписать новые реквизиты счёта. Деньги поступят на банковские карты любой платёжной системы. Никаких дополнительных документов предъявлять не нужно. Но бывает ситуация, когда требуется личный визит в пенсионный фонд. Например, у ребёнка иностранное свидетельство о рождении. Он был рождён на территории другого государства. В настоящее время он является гражданином России, так же, как и родители. В этом случае, собственно, и в ряде других случаев можно обратиться в любую клиентскую службу пенсионного фонда. Другая причина, по которой задерживается выплата – ошибки в заявлении. Самая главная трудность, с которой мы сталкиваемся на практике – это невнимательность родителей. То есть при заполнении формы нужно внимательно указать и верно указать все данные. Зачастую ошибаются в номере счёта, ошибаются в собственных фамилиях, пропускают буквы. И в этом случае, конечно, с первого раза деньги не поступят на необходимый счёт. Тем, кто не успеет подать заявление летом, могут сделать это до 1 ноября. Решение по заявлению принимается в течение пяти рабочих дней, плюс три дня на зачисление выплаты. Михаил Налётов, Александр Оржевский. Щёлковское телевидение.